Добрый день, меня зовут Ольга Евгеньевна Сварник, я являюсь старшим научным сотрудником лаборатории психофизиологии имени Вячеслава Борисовича Швыркова, института психологии Российской Академии Наук, я занимаюсь психофизиологией и нейрофизиологией, и сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы приобретаем опыт. Вообще опыт это слово довольно такое многозначное, я бы сказала, и если брать английское слово experience, то получается, что здесь у нас есть в некотором смысле два значения, это и фиксация тех взаимодействий, которые с нами происходят, и возможность затем правильно взаимодействовать с этим миром, запоминая, как и что нужно делать, но в то же время и некоторое значение такого переживания, что ли. И в этом смысле получается, что слово опыт относится и к познанию этого мира, и к переживанию этого мира, что, наверное, вообще на самом деле довольно трудно отделить друг от друга. Необходимо сказать, что до недавнего времени, ну я имею в виду, может быть, там последние несколько десятков лет, когда прежде чем произошел такое действительно какое-то концептуальное изменение нашего понимания того, что происходит в мозге, считалось, что картина приобретения опыта очень простая. Какая-то информация, которая существует вокруг нас, она как-то влетает к нам через глаза, уши, нос, там еще какими-то другими возможностями, и как-то фиксируется, оставляет следы в нашем мозге. Это очень старая концепция таких следов. До сих пор говорят о формировании инграммы, то есть следа памяти в мозге. И такое представление о том, что происходит в мозге при формировании опыта, мне кажется, не совсем соответствует действительности. И чем больше исследований проводятся тех процессов, которые сопровождают приобретение опыта, тем в большей степени становится очевидным, что мозг это скорее не машина для обработки информации, которая как-то к нам попадает. А если так можно выразиться, машина, конечно, в кавычках, для осуществления предсказаний на основе имеющегося опыта. И в этом смысле к любой абсолютной ситуации обучения, к любой ситуации вообще, которая может с нами происходить, мы подходим с тем опытом, который у нас уже к этому моменту имеется. Мы, заходя в определенную комнату, представляем себе, что мы можем там увидеть. И это проявляется в активности нашего мозга. Мозг дает какие-то модели, которые мы можем начать осуществлять вот прям буквально в ближайшем каком-то будущем. И когда оказывается, что эти имеющиеся у нас модели взаимодействия с окружающей нас действительностью по какой-то причине не подходят, начинается то, что мы называем формированием нового опыта. Или обучением, или запоминанием. И эти моменты, это момент реактивации той нейронной группы, или групп, которые у нас уже были связаны с похожим опытом. И в случае, если ожидания не оправдываются, а есть какая-то новизна, то оказывается, что в мозге начинает наблюдаться большая вариативность активности, в смысле тех нейронов, которые сейчас генерируют электричество, потенциалы действия, именно для того, чтобы теперь как-то за счет этих дополнительных активаций еще каких-то нейронов попытаться подстроить имеющийся опыт к наличной вот этой вот имеющейся ситуации. И в том числе в наших экспериментах было показано, что животные, помещаемые в какую-то экспериментальную клетку, где они должны приобрести какой-то новый опыт, четко показывают, что все начинается с реактивации имеющегося у них опыта. Мы, например, учим животных нажимать на педальку с одной стороны для получения еды из кормушки, и они это хорошо знают, они этим занимаются там уже две недели, и мир, как бы, в котором они находятся, им понятен и известен. И вдруг неожиданно все это не работает, мы ожидаем от них, что они должны догадаться, что теперь они должны нажимать на вторую педаль и, соответственно, находить еду в другой кормушке. Для многих очевидно, что животное все равно ходит и нажимает на ту педаль, про которую она знает. Если вы, например, там, не знаю, привыкли покупать кофе в автомате, и для этого вам нужно нажать там, положить деньги в автомат, опустить деньги, нажать какую-то кнопку, вы нажимаете, ничего не происходит. Это трудно остановить, но вы нажимаете ее несколько раз, потому что нейронные эти группы активируются по среду именно такое поведение, потому что у вас есть такой опыт. Если это не срабатывает, то тут уже начинается какая-то новизна, можно там пинать в автомат ногами, можно идти искать его на другом этаже, какой-то другой может быть работающий, но это начинается уже чуть позже. Но что интересно, при приобретении такого нового опыта, животные все равно демонстрируют, что они вспоминают о старом имеющемся у них опыте. То есть, если они привыкли нажимать на левую педаль, сейчас они уже выяснили все, что левая педаль не работает, и надо нажимать на правую, они уже все начали правильно делать, что-то в мозге происходит, но это что-то, это опять реактивация тех нейронных групп, имеющихся опыта, они возвращаются к этой левой неработающей педали и все равно ее тестируют, так как будто бы они помнят, нет, я точно помню, что это работало. И интересно, что животные, если так можно выразиться, на более поздних этапах антогенеза, сталкиваются с необходимостью приобретения нового опыта нажатия на правую педаль, вместо того, чтобы нажимать на левую, они в большей степени зависают в прошлом, они снова и снова возвращаются на старую педаль, не работающую, и снова и снова ее тестируют, и делают это достоверно чаще, чем относительно более молодые животные. Интересно, что аналогичные эксперименты по приобретению нового опыта или по, в некотором смысле, по переобучению мы проводили и на человеке, где просили испытуемых управлять машинкой, которая должна заехать в гараж, и для того, чтобы заехать в гараж, машинке нужно проехать по определенным каким-то дорожкам с соблюдением определенных правил. Если стрелка горит налево, то тогда можно ехать. Какие-то вещи, которые испытуемые выучивают, работая на одной стороне этого виртуального пространства в этой компьютерной игре. И затем оказывается, что гараж на одной стороне теперь не открывается совсем. Им нужно догадаться и поехать к гаражу, расположенному теперь с другой стороны. То есть все по аналогии с тем, что мы делали с животными. И что, наверное, невероятно любопытно, но люди ведут себя фактически очень сходным образом. Даже выяснив, что тот гараж первый уже не работает, там не нужно ничего делать. Они открывают путем использования тех манипуляций, которые они выучили на предыдущей стороне, открывают новый гараж, загоняют туда машинку, но затем возвращаются на старую сторону и еще пробуют то, что они выучили. Причем в некоторых случаях даже оказывалось, что люди не отдают себе отчета в том, что они такое поведение выполняют. В некоторых случаях люди отдают себе в этом отчет, и если их после эксперимента спросить, а вы же уже все правильно делали на новой стороне, зачем вы поехали туда, они говорят, ну там же тоже работало. То есть они снова и снова тестируют тот опыт, который у них есть. Мозг, создав однажды эти модели, не расстается с ними очень легко, и мы снова и снова наблюдаем реактивацию нейронных групп, которые связаны с предыдущим опытом. И вообще вот эта вот важность имеющегося опыта, мне кажется, она очевидна для всех, кто пытался обучиться чему-то новому. Потому что если вы никогда не слышали ничего о работе мозга, слово нейрон, клетка, основная клетка нашего мозга это что-то для вас совершенно непонятное и неизвестное, то мой какой-то глубокий рассказ о тех процессах, которые происходят с нашими нейронами в мозге в процессе обучения будет, да, наверное, даже интересно, но запомнить его будет практически невозможно. И вероятнее всего единственное, что будет запомнено, это что есть слово мозг, там слово нейрон. но если опыт какой-то имеющийся, более какой-то развернутый, более дифференцированный, вы многократно слышали какие-то рассказы о мозге, то это позволяет выделять какие-то детали в моем рассказе, которые для остальных пройдут совершенно незамеченные. и если мы хотим сформировать какой-то новый опыт, то, наверное, какой-то хорошей идеей было бы попытаться подходить к этому формированию постепенно. то есть, если вы ничего не знаете о мозге, то можно особенно не вчитываться, посмотреть что-то совсем простое, постепенно уходить в какие-то детали, но самое главное делать это в несколько этапов. Невозможно за один час или за одну ночь перед экзаменом приобрести весь опыт, связанный с какой-то дисциплиной. и связано это, кроме всего прочего, с тем, что при приобретении нового опыта меняются наши нейроны. Они дополняют уже существующие нейронные группы, приходят какие-то новые нейроны, начинают активироваться в новом составе, это постепенно влечет за собой изменения внутри клеток, внутри нейронов, нейроны начинают строить новые белки, экспрессировать новые гены, они меняются. И это процессы, которые занимают время. Так, максимум изменения белкового состава в клетках мозга, в нейронах, приходится где-то приблизительно на час-полтора. И однажды пройдя через вот такие изменения, нейронная группа уже дальше на следующих этапах может меняться. Но если сейчас попытаться в эти нейроны запихать всю ту новизну, которую вам необходимо сейчас как-то осмыслить, то есть такие вот нейрофизиологические ограничения, которые не позволяют сделать это настолько быстро. Кроме того, в мозге происходит еще структурные изменения. это изменения контактов между нейронами, это специальные выросты на мембране нейронов, которые изменившись как-то позволяют менять состав синхронно активирующейся нейронной группы. И это занимает еще больше времени. И все вот эти вот процессы, о которых я сказала, они таковы, что наверное есть необходимость углубляться в любую дисциплину очень по чуть-чуть. То есть вы как бы чуть-чуть окунулись в нее, запустили активность своих нейронных групп. И самое лучше будет это оставить. И как бы вернуться к этому например на следующие сутки и пойти еще чуть-чуть глубже. Ну вот каким-то таким наверное образом в самом каком-то таком суммарном простом виде можно описать то, что происходит в нашем мозге во время приобретения опыта. Это прежде всего изменение нейронной активности, генерация потенциалов в другом составе, начинающиеся с того, что мы имели в своем опыте до этого, с активацией этих групп, изменения внутри нейронов, структурные изменения, и так постепенно мы приобретаем этот опыт. Спасибо, до свидания, до новых встреч. До новых встреч.